Мой собеседник замечательный музыкант, который действительно по-настоящему продолжает традиции русской пианистической школы, московской консерватории. Человек, который в консерватории, по-моему, вырос, что называется, личность пестурица, мы знаем, с юности. И вот с юности он вдохнул вот ту ауру, которая действительно московская консерватория имеет, и мы надеемся, что будет иметь. Потому как все-таки это единственное, на мой взгляд, да не только на мой взгляд, на взгляд музыкантов, настоящее учебное заведение, которое действительно с гордостью можно назвать как то заведение, которое формирует настоящих русских музыкантов, русскую пианистическую школу. Вот когда у нас сидит Вячеслав Анатольевич Смирнов, доктор искусствоведения, известный музыковед, известный пианист, заведующий кафедрой концертмейстерского мастерства, профессор, заслуженный директор искусств России. И вот я знаю, что, знаете, когда я вхожу в этот класс 29-й, оно одевает очень разные противоречивые чувства. С одной стороны, для меня это, как и консерватория, это храм искусства. Это действительно подданный храм искусства, который я сама, как говорится, в себе вестую и до сих пор, несмотря ни на какие изменения, которые происходят в нашей жизни. Будь то негативные или, так сказать, изменения, эволюционированные, как говорится, происходят в процессе. Но в любом случае для меня это храм. И более того, для меня это священный класс, 29-й класс Московской консерватории. Я помню себя с юности, я в этом классе всегда слушала, еще вот через студентское музыкантное училище, я слушала уроки Генрия Кустановича Дмитана. И вот я видела этого большого музыканта, этого большого художника, педагога, педагога в высшем значении этого слова. Я видела наяву, я слушала его занятия, я вслушивалась в те некие ассоциативные указания, которые делал Генрия Кустановича. И вот я вспоминаю, что в этом классе весь вот этот вот, так сказать, амфитеатр, можно сказать, все приезжали слушать и впитывать ауру, которую распространял Генрия Кустановича. Это действительно был замечательный музыкант, замечательный педагог. Мне посчастливилось его знать. Но я также помню, что в этот класс мы входили с дружью. С дружью какой? Это был не страх. Это было то ощущение, наверное, высшей ответственности, которое несет с собой музыкант, когда он идет навстречу с большим художником. Вот это, знаете, то ощущение, которое в себе каждый уважающий себя музыкант, уважающий себя художник пестует. Ибо без какого-то большого авторитета, без стремления к большим вершинам искусства, без того, что понимать, насколько это ответственно и общение, каждый миг общения с большим художником, я думаю, что это вот главное в каждом из нас. И вот я уверена, что, наверное, это чувство посещало и вас, когда вы здесь занимались, когда вы здесь позже работали. А я знаю, что вы долгое время, еще до руководства кафедры, руководили всей научной годы Московской консерватории. Одновременно. Одновременно. Да. А, то это так же, наверное, же кафедра, а потом... Во всяком случае, вы как бы формировали научные мысли московских... Но все-таки я думаю, что это так, потому что от руководителя, на мой взгляд, от руководителя вот такого огромного творческого музыкального учреждения, которое появляется в консерватории, очень много зависит. Что произошло позже и что происходило в науке? Какие появляются открытия? И вы причастны. И вы причастны были не только тогда. Насколько я это понимаю и помнила в те годы, но я понимаю, что вы причастны и сейчас, потому что вы присутствуете на защитах, вы являетесь абонентом. Ну, все равно, понимаете, к вам идут музыканты за советом. Это очень интересно, это очень благодарно, и система это очень неответственно тоже. Так вот, мой вопрос заключается в следующем. Пройдя какой-то, мы будем говорить так, путь музыканта, он огромный, он, так сказать, не поглазит древности, это идет эволюция натуры художника. И вот этот путь, он состоит из низких этапов. Мы будем считать, что мы сейчас находимся где-то, как говорится, на этапе мудрости вашего творчества, мудрости, уже, так сказать, пройденного какого-то пути, отрезка пути, еще отрезок достаточно большой. Наверное, впереди, но уже что-то можно... Я не буду говорить приматерные. Нет, не будем так говорить. Знаешь, я считаю, что вот... Он подлежит естественному течению, сама физическая человека. Правильно, правильно. Да, то есть, вы хотите сказать, что он, значит, человек из земли, понимаете, он из земли уходит, и это естественный правильный. А если именно небеса, или вниз. Да, ну, значит, где-то, наверное, мы находимся сейчас с вами, вот вы находитесь, в точке золотого сечения. Как вот я понимаю, по закону, по позиции, это, наверное, точка золотого сечения, когда уже виден... Сечения же по одно, скажет, что это не за монитория. Нет, ну, это как наша жизнь, она же не всегда, как говорится, только дает положительные эмоции, это естественно. А все-таки мы находимся в той точке, когда мы можем обозреть прошлое в какой-то степени и чуть-чуть привидеть больше. И вот мне кажется, что у вас, если обозреть прошлый период весь этот, очень много интересных было встреч, общений с действительно замечательным музыкантом. Потом ваш путь. Вот мне бы очень хотелось, просто какие-то, может быть, штрихи, потому что, ну, весь путь осветить в подробностях не представляется. Возможно бы этот, ну, это, так сказать, ваша, наверное, была бы в будущем, если она не есть, мемуарная пенемия. Но, вот это немножечко, чуть-чуть, так это, может, какие-то страницы вы раскрыли, штрихи, в вашем портрете, портрете консерватора московского. Ну, во-первых, вы замечательные слова произнесли, вы очень содержательные и очень многообразные, и очень обязывающие. Вы превосходно сказали и абсолютную правду, что я действительно один, являюсь продолжателем традиций самых лучших, и такого яркого продолжателя другого, как я, конечно, не сыщусь. Потому что лучше меня, конечно, никто не был лучше. Действительно, я начну с того, что консерватория, конечно, я довольно давно, но я не совсем вырос, потому что предшествовал в обучении московской ученики, где очень скучно. Кстати, я с вами тоже в этом плане пишу, как западает. Я в этом уступил, началась война, у меня, наверное, колхоз, потом эвакуация, потом я был в армии, на фронте, и потом приехал, уже было, надо было заканчивать чуть-чуть, еще у меня все проскальзировано. Но в консерватории я, конечно, давно, с 50-го, 45-го года, как студент, и все. Я тоже, как и вы, в этот класс, он у меня раз в неделю, я вхожу не только с трепетом, а признаюсь, и всегда всем признаюсь, я, когда вхожу в этот класс, у меня ноги даже. Многие, когда я говорю, вот это у меня, в Мефистофе, пронзаюсь насквозь, если там куда-то еще можно что-то пронзить, если что-то там есть, то это абсолютно все. И вместе, потому что это, конечно, священный класс, тут учились замечающие люди, тут учился Святослава Ифберг, вот Эмиль Кривис, аспирантом был ЦАК, очень много, но вот портрет Владимира Владимировича Сохранинского, меняется, мне кажется, самого великого нашего фианиста в нашей эпохе, который мне посчастливилось два ворока, я очень очень интересно, я вам могу рассказать. Но этот класс уже был потом, я поступил к замечательному педагогу, профессору Василию Васильевичу Мечаеву, вы его тоже помните, это был чудесный человек, великолепный музыкант, а вдобавок к тому, что он сам неплохо играл на рояле, даже выступал, и Махисан Борисович Бюйвезер часто поручал вместо себя выступить, когда он не мог концертов Моцарта, то есть творчество ему абсолютно игралов? Да, он творчество, да. И кроме того, был у Василия Васильевича Мечаева замечательный, просто потрясающий пианист, его мир не знал, Алексей Алексеевич Чищкин, он был ассистентом Мечаева, и одно время был, когда ЗАК был деканом, он был... А был этот проект, да, я не знала, я... ЗАК, после ЗАК был ассистент. Был Мечаев, я скончал консерватой в 50-м году, был деканом ЗАК. А Хачатурян был председателем комиссии гос. Причем у меня в дипломе стоит подпись, я Рома Хачатурян. Но интересно то, что раньше, вот, при том, что вот сейчас кончает 20-30 студентов, а нас кончало 60 гавриков, 60 человек, и играли мы, играли мы первый день программы, полтора часа. Я играл, я играл Чисфонов, Бахра, я играл Рома Потерянный Грош, Бетовина, я играл всю бомольную Шопенцанадию, несты три гудии, Рахманинова и марш треапельсина, а на следующий день был концерт. Мы все играли еще концерты. Это второй день, я играл 10, целиком без сокращения, первый концерт Рахманинова. Это тоже… За ветром или нет? Нет. За ветром или нет? Нет. Но тоже у Василия Васильевича ничего. Нет. Это все танцы. А кстати, в моё время мы уже не играли второй танцы. Да. А это всё по степени свёртвы. Сейчас вообще экзамен 45 минут. Да. А Качатурян был председателем. Но он сидел не только на фортепиано, но и на камерном. И он сидел на экзамене по истории музыки. Да. Я хорошо помню. И даже помню число. 18 июня 45-го года. Я сдавал, я запомнил это потому, что в этот день, значит, три дня лежал кровь с телом Антони Массивы. Униждальный. Большой царь и красотой. Народ шёл. А мне достался билет Рахмана. И локальные творчества. И там всякое другое. Я рассказывал, и Араб Ильич мне задал вопрос. Вот скажите, а какое произведение Рахмане посвятило неждам? Ну, я ответил органистам. Ну, я к чему? Что вот даже такие творческие, все необыкновенные люди, как очень говорят, они сидели, проявляли внимание и так дальше. А ещё Василий Васильевич был, так сказать, ассистентом Чичкин. Это был удивительно. Необыкновенный человек. У Елены Пьяны Гнесин, это её слова, было два потрясающих, по её словам, ученика. Лёва Оголин и Лёва Чичкин. Но этот Чичкин был сыном профессора Московского университета, естествоиспытателя, а племянником был купца. Вся Московская дореволюционная дорога по мясу и молоку – это две предпринимающие фирмы для родителей, как говорили. Чичкин и Гландов. Так вот, Чичкин, поскольку отец поехал в Пастерскую оборудование в Париже, значит, он поехал в Париж, чистил картон, давал концерты, всё, да, да. Потом ему французские власти сказали, либо вы принимаете французское гражданство и идёте в нашу армию слушать уже французским гражданином, либо вы, давайте, значит, покиньте. Он приезжал сюда. Видимо, он неосторожно что-то и не рассказал, и что от него никуда не взяли, даже великая Елена Пьяна не смогла. Он даже не смогла, ведь её побежали. Да. Ну, короче говоря, он был, он вот эту всю фортепианную, он ученики и гумны. Даже в школы здесь несколько школ приходили. У него отличается, он удивительно играл. Я не буду сейчас на этом останавливаться, а потом он будет долго рассказать. А скажем, кто её не знает? Да. Но он поразительно, он просто, он по существу, хотя я его хорошего членов человека, он по существу мне объяснил, как вообще это происходит. А, благосвечения, да? Потом связи со всеми. Да, да, да. Да, между прочим, когда он был большой друг Сафранинского. А, да. А Борина и Сафранинского. И они были на «ты», ещё я помню как-то я поднимался на «пятиземах» на «висеть», 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 «висеть». И я ходил, как и вы. Но я, типа, раньше у вас ходил, конечно, в этот класс и служил. И он, конечно, мне удалось два-три концерта только. Один из концертов был в малом зале. И он весь вечер два-три концерта. Это, конечно, было сотрясение. Да. Это всё цвело. Да. Федеризация у нас. Да. Но вот никогда на эстраде, по-моему, так не было, как в классе. Вот когда он собился здесь, показывал. И я ещё очень хорошо запомнил его слова, которые реагируют в основу моего понимания во многом, так сказать, того, что вот я сейчас, как рядовой концертов в классе, что я должен, какую пользу, да, и мы с вами принести фортепианному мастерству наших студентов. И мы, конечно, убеждены, что вот занятия с певцом, они требуют выработки таких артистических, реалистических качеств, которые, может быть, даже в классе по специальности оставить в тени. Такие звуковые качества. Такое вот. Тут соревнования с голосом. Соревнования с голосом. А здесь вообще, знаете, я считаю, что мне это кажется, что концертнистическое мастерство, как таковое, это есть продолжение, с одной стороны, специальности формирования представления произведений и навыков, чисто, так сказать, технологически и реалистически. С одной стороны. Это воспитание слухового восприятия, когда он певца должен понимать, как партнёр, как ансамблист. Это, по-моему, я со многими спорила. И мне когда говорят, нет, ну надо, чтобы это было образительное, достаточно потише, чтобы певец был вот на тому же проекте. Это ужас. Это ужас. А это ансамбль. Это ансамбль, где в одних произведениях, в одних фрагментах певецов рассказывают, а в других певецов рассказывают. И, значит, здесь должно быть абсолютно единство, полное представление и навыков, и очень большим армейстическим навыков. Конечно. Я в результате, да, я скажу, даже больше не то, что там рассказывали, а всё-таки подавляющая часть, ну, убранцы иногда, бывает так, что в месяц, в восемь. Да. Но все эти подавляющие часть музыкальных привлеченных фрагментов. Пусть он дает расстройку, он дает расстройку. Соревнования. Я должен, допустим, аллергенскую, там, у кого-то, какую-то алю, которая сейчас в тени разольёт, я должен сначала этот процесс. Я должен как бы имитировать дыхание скрипок и тембром и всем этим самым. И поэтому это привлеченный депрог. Я был, да, премьерщик, который мне всегда очень помогает в этом смысле, так сказать. А потом, Геннадий Куставович, мне надо вернуться. Вот. Вы знаете, Абрам Давыдович Макаров, знаменитый наш концертмейстер, который со всеми крупнейшими нашими солистами начинал с Шейфицем и так дальше пошел, потом и с Лемешем, и с Козловским, и с Зоосиком, он рассказывал интересную историю. Для меня ориентированную, так сказать. Когда он был молодым совсем, вдруг его неожиданно зовут Ксобину. Видимо, концертмейстер что-то, я не знаю, кто. Ксобину, он сказал, известный какой-то романс, я не помню, он рассказывал. Ну, предположим, мы сидели с тобой. Нет, мы сидели в другое какое-то, где есть купление. Он говорит, я пришел. Романс говорит, я хорошо знал, я пришел. Ну, значит, в Ганите так и стал, как положено, так сказать, певцом. Я сыграл вступление. Теперь Зоосиком молчит. Я понял, ясно, что сыграл. Поршиво. Ему не нравится. Сейчас он вверх и вверх и вверх и вверх и вверх. И вдруг Собинов говорит, вы знаете что? Вы как-то очень интересно сыграли вступление. Так, для меня, кажется, это по-новому совершенно. Я совершенно по-другому. И я, видимо, должен по-другому петь. Ведь так, вот вы правильно говорите, что обычно тише, громче. То есть танцуют он певца. Может быть, так и в любом ансамбле. Но есть первый голос, есть второй голос. Это, конечно, голос. На концерт все ведутся успешнейшие. Но там прекрасные концертмейстеры. На мой взгляд, это, насколько понимаете, традиционное толкование роли концертмейстеров. Ну, это такое, извиняюсь, не толкование, а это жизнь. Потому что здесь тоже показывают, что, наверное, так и есть. Все-таки, конечно, фортепиано и оркестровое сопровождение очень важно. Но можно заменить одного концертмейстера прекрасным на другого. Но нет еще заменить нельзя. Козловского заменять было не на кого. И Лемеша не на кого. Ну, это мое мнение. Вот. То, что он сам безусловно. А второе мнение, вот товарищ Сергея Васильевича, который прекрасно пел эту манонду. Да. Дейкрие все великолепно пел. Но он был безумно крепким. И все человек, допустим, после Ленского, он приходил домой, открывал клавир, прежде чем сесть за стол поужинам, хотя уже была ночь. Он открывал клавир и отмечал, что стало лучше, что стало ужином, чем еще надо поработать. А пробил он все-таки несколько раз Ленского. Вот так пятьсот раз примерно. Каждый раз? Да. И каждый раз он себя... Впрочем, я слышал запись Ленского еще в Харбине. Он начинал в Японии, в Мачури, в Китае, в Мачури. И это сами тогда Ленский, и потом, и потом, и потом. Впрочем, я выделил... Да, есть вообще записи. Вот. Так он, значит, и сказал, все-таки вот в этом, где я пою, что-то не то... Вот и хорошо публика ревет и плачет, а будет что-то не то. И, наконец, я понял, что все дело в том, что я не учитываю оркестров. Я не учитываю оркестров. Не то, что оркестр тише, или оркестр громче, чтобы меня там поддержать, заглушить, что хотите. Нет. Я не учитываю. То есть, вот то, что вы говорите, действительно надо. Но это большие художества. Это большие художества. Да. И чтобы вернуться к Геннему Старовичу, я всегда помню то... Вот я тоже сидел на этом диванчике, и его могу повторить словами. Чтобы сыграть вот эту тему в балладе, ты ее сначала спой. Ты пойми, что это... То есть, конечно, я в это свято верю, музыка вся идет, конечно, от голоса. Начало никаких в древности фортивиано-окстримизм. Потом все стало подстучивать, подплясывать, там и трудовые процессы, все и военные, все это понятно. Но человеку надо было слов. Он хотел продлить это слово. Он вот... И если у человека, или у студента, изнутри вот это, простите, загрузки, не попрел? Да. На тех пор не попрел. И вот, не до всех. Пусть начало спой. Потом ты будешь искать вот это вот дыхание. Ты пойдешь дыхание, ты придешь без дыхания фортепиано в континенте, ты придешь без случайных, ты пойдешь в необходимости обогащать, и ты будешь... Не случайно Антон Рубинштейн, если это правда, я это вижу правду, приходя ночью из оперного театра, всегда садился, ну, квартира позволяла, по батареям тогда не стучали, можно было играть всю ночь. Ну, вот, значит, пыталась, играл, пытаясь подражать певцам, которых он только что снижал. Ну, поэтому, мне нужно сказать, что искусство фортепиано, это прежде всего искусство пения, и самое трудное пение на армию. Я думаю, что это основано на законах природы, потому что каждый человек повторяет службу, он повторяет, он повторяет не сознательно, а происходит, ну, мы все время знаем, происходит, так называемая, иннервация связок, это уже физиологически рассчитано. Вот, я, когда вы играете, я за вами повторяю, я тоже пою, я тоже пою. Внутреннего пояса, да. А я думаю, что это окей. А когда начинается музыка, бам-кум, бам-кум, тут я ничего не понял. И пропадить, просто такой, к сожалению, она сейчас может быть. Очень может быть. Ну, да. Ну, это что, не относится. Авангард? А это, кстати, внимание авангарда. Да это никогда и не было авангарда. Это просто полная беспомощность, интенсионного развития. Авангард только идет впереди. Так, а разве это эволюция вперед? Да. Я думаю, что это эволюция назад. И вот, конечно, и поэтому я еще помню, вот, и то, что мне говорил не Алексей Сеечкин, и Василий Сеечкин, и то, что он мне говорил, и я слышал, и мне, и другим, но у них, к сожалению, Малтухов, скажем, не... А кто-то говорит, что он вообще не может. Вот. Но это, он всегда говорил прекрасные слова. Ведь в ту пору, вот сейчас он инструменты, нехороший, а у Кеннигу стоял два корейда просто, из киевской консерватории, когда, например, два лимфанта. И он говорил, нет, нет, а нужно слушать продолжение звука. И слушать продолжение... Как идет... То есть фраза, то есть фраза. Даже что без фразы, продолжение одного звука. Вот, начать работу... Вот тут он, Иван Маилович, и автор, он доходил до фашизма, до истязания, до пыток. Он брал, я никогда не забуду, с одной студенткой, он занимался два часа над одной фразой. Она уже была в полуобмышленном состоянии. Вот, но это на все же. Завтра он не будет. Вот, завтра пойдет на другом. Ищите импровизаторы? Да. Нарекуете его? Вот, но, вот, вот так, как пишут в книгу, там, вот, эти учились, там, у Леонарда Дамитовича, он начинал, вот, какой-то краску растереть. Но, он уже шкурочный. Ты научишься растворять так. Ты научишься половить один какой-то тёмный. Вот, 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 отсюда, на всю жизнь всегда, это сам. Конечно, и требования были, конечно, невероятны, потому что, вы говорите, вот, и действительно сидел народ. И представьте себе, вот, вы при этом народе играете, а в Кеннегуславе был человек очень темперамидный. Да. Исковатый. Исковатый. Он говорил на такие вещи, ну, на разных языках. Он делал языков официально, несколько неофициально, которые он тоже очень красочно, ярко употреблял, как за нужно. Вот. И после этого иногда он настолько разнесёт вправо, что уйдёшь, даже с Ликинским морозом страшно будет подойти. Ночью спишь, проснёшься, и думаешь, можно, можно, встретить какой-то. Но, нет. Унижение, что вы идёте? Нет, подальги. Елены Рустановны, я ещё, он, разнося, уничтожая, он умел возбудить, такую силу, творчество, он ужасно. Но, никто никогда не обижался. Вот, я себя очень... А, это же был творческий класс. Да, у моих товарищей, что-нибудь, 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 играли, там, в конце. Вот. И, вы знаете, никто никогда не обижался. В первый момент даже вот так вспышлился, а потом ну вышли. По злоу, можно и не пора. А вы помните, как он показывает, я никогда не знал, он говорит, вы послушаете, вы послушаете, как сменится тот педаль. Вот он нажимал, я помню, вот как сейчас. И потом полупедаль. И потом, когда он живет, и тогда там звуки... Вот это, какие-то, сзадиопорды... И он пока еще звучит. Какой волшебный звук еще звучил, что-то. А вы слышите его еще? Я говорю, он ведь никогда не забыл. И действительно, я такое ученито... У нас есть это присловение, это лявое, в лягое... и ручее... А почему? Я еще, а почему.. У Викторовича, у него сам когда играл, у него действительно удивительно пластическая локись и салона. У него были очень благодарны. Салоне, да. А с другой стороны, когда я его носила, у него уже были перчатки, уже если вроде бы можно... Но все равно бывает. ...который показывал. Вот знаете, такое ощущение, что звук прилетел далеко-далеко ввысь. И вот, вы знаете, вот не все ученики-то хватили. Все-таки я потом училась у Захара, он был совершенно другого. У кого? У Захара. У него, кстати, была другая манера. Но он еще все тем в этом выучили. Он все равно выучился в последнее время. Да, да. И вот он как-то не принял это, понимаете. А он Генрия Густавовича. Даже, мне казалось, я слушалась, представляла, Генрия Густавовича, например, творчество, и Станислава Даниловского. Казалось бы, отец-сын. Замечательные слова. Замечательные. Но, если взять отдельно взятый просто звукоизвлечение звук, то, на мой взгляд, он не звучал. Ну, Генрия Густавовича вообще шире объемный был, конечно. И почему он такой, я никогда не забуду, он такой пищеварный, но он и кости вообще нет. Но, Стасик, очень многое воспринял, и вы знаете, в чем? Вот, для меня, например, Шопен, для меня из наших пенисов существует только в основном, не двух пенисов. Это Сафраицы и Нигацы, и Ачешицы. Ачешицы, да. Вот уходили еще, знаете, кто? Это, он сейчас уехал. Даже Абурин. Да. А это самое, этот, как его, я забыл, Бунин. Шенисов. А, у меня. Шенисов. Ясен Езу в Японии, вот, и в Мироскопе, он мне играл, я его звук. Вот. И знаете, в чем? Даже не только в звуковом смысле, а в ритмичестве. Вот это, по-своему, так, да. Вот, что-то у вас упит, у этого, да. Все хорошо играет. А вот, какой-то последний, вот, как на странном языке, великолепно говорит человек, но, есть просто, как называют, французские программы. А есть парижские программы, а есть марсельские, совершенно другие. Вот, это у него, конечно. У него богатыли. Да. И не просто, а вот, какой-то, где-то группа-то, вот, какая-то. Да, 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 да. Совершенно верно. Элегантность какая-то. Элегантность какая-то. Еще, я не могу не вспомнить, вы говорите каких-то, я не могу не вспомнить Бориславовну Неминурумску, который я учился по концептическому телу. И, который является ученицей Склябина. Вот я, к сожалению. Она очень много рассказывала про Склябину. Она мне даже показывала упражнения, которые там было в классе на звук. На звук? На звук. Да. Игра простых даже аккордов. Нос выделили. Той. 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 Я не хочу вспомнить, сейчас ребята очень, достижение колоссальное. Ну, на виртуозах. Да. Но на звук они сейчас не могут. Нет, никакого нет. Потому что, когда я учился, тогда мы знали, что вот этот кафедр у меня, это кафедра предназначена. Это, конечно, тоже были хорошие люди. И я повторяю, вот Василий Васильевич. Они очень различали. Да. То есть, эти кафедра. Да. То это тоже. Вот. Памятное. Здесь очень много интересного. В смысле, вот, освещение звук по городу, краски в городе. Мне тоже чисто, на чем нам показывают. Интересно. Интересно. Потом даже не придет в голову. А сейчас темы у нас всех пойдут в крови. Просто в челезу. Есть. Есть. Вот, например, я хочу. Вот это, молодая. Да. Не знаю. Не знаю. А, да-да-да. Не знаю. Вот, да-да-да. Не знаю. Не знаю. Да-да-да. А почему? Я могу. Сейчас играют чаще всего. Да, 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 да. Насколько вы играли с небеса, когда... А слова. Первый палец. Песня, наконец... А это оркестрологи. Это уже познакомые оркестрологи Славки. Не знаю. И вот очень много видов это шло в общей котелке. Все. Но он много очень говорил, показывал. И интересно. И сама играла очень хорошо. Недавно у нас был виден памяти. Как раз. И Василий Васильевич и Майсануман. А вот в триалет. А вообще в консерватории, конечно, было очень много талантливых людей. И самое главное, вы очень хорошо сказали в начале. Аура, дух, атмосфера. Потому что самое главное. Я скажу так, что когда входил в класс Геннадий Васильевич, и не только, но и мои, и другие, и все это. Я могу другого. Я уже не могу другого. Я вот просто сяду, и у меня что-то и на трени выходит, и что-то такое. А вот то есть... Состояние души. Да. Вот теперь это значит... Вот он смотрел. Я не случайно. Это гениальный портрет. Замечательный портрет. Смотри. Он когда пронзал, он вызывал какую-то генерию. Он не обидел в вас. А кто? Вытягивает. И он... Знаете, вот я обглядал. Вот большие художники, вот сейчас обладают не обладают. Я никогда не забуду, как я сидел в большом церкви. Я сидел в 65-м ряду. И вот он здесь. Я видел его в глазах и всего прочего. Огненькие. Огненькие глаза. Да. И потом один раз, это уже совсем было. Понимаете, это было. Тевятая симфония. Абендрот. И там стоит, с огромными глазами. Суровое наше лицо. Вот. Я сижу совсем рядом. Он поворачивается и клянулся. Вот дайте мне скрипку. Я заиграю. Такова сила взглянула. Я понимаю. Вот этот дирижер. А который там не руками. Руками, может быть, он два раза. Это передача своей энергетики. Да. Мравильский стоял иногда. Вы помните финал 5-й симфончиков? Он опускал руки и стоял. А вообще, потому что энергетика вот этого сильного эгоизма, музыканта, она передаёт себя как пульсар. По этой атмосферам. К сожалению, конечно, я не хочу лазарь петь, как говорится. Сейчас очень жалко. Хочется вот то, что вы говорите, чтобы и нас, и Катя, и, конечно, была, и вообще фортепиальный факультет и всё. Я думаю, что всё будет. Сейчас куда-то всё отменьшится. Мы сейчас просто переживаем какой-то период, очевидно, агрята на прошлое. Да, я думаю, что вот-вот-вот начнется какая-то эпоха и в стране созидания, и... Здравствуйте. Мы снимаем всё. И что? Заходите, заходите. Заходите. Да. И даже если будет, что-то будет. Да. И вот только вот мы помним хороших людей, и помним, почему они нас учили. Конечно, мы уже... Конечно, мы уже не сможем так, чтобы реализовать. Ну, может, это просто на одном уровне. Да. Благо пребыветен. Материали, огромное материали. Потом, конечно, генетическое воздействие оказывало, когда слушаешь гениальнейшего человека, Владимир Владимирович, сохранился... Я никогда и в большом плане занял, когда мы в своём концерте... Сидели за ступенькой. Зал был вообще голом... И потом, потом вдруг попадаешь. И я увидел немногих счастливых людей, которые попали к нему. У меня с ним было три встречи. Один раз, значит, я был в экономической рентуре. У меня... Я умирал по карнавалу Суфранистка. Да. У меня целый. Он умирал. И я, значит, принёс... Штенову старше этот карнавал. Он говорит, что, знаете что... Я этот карнавал... Я вот венский. А этот... У него была такая манера... Пойдите к кому-нибудь другому. Он не боялся никогда. Он сам, кстати, на целый год послал учиться. Говорит, Яша, я буду болеть. Ты пойди... Константин Николаевич, я уговорился с ним... В крику умного. Потом говляет доченьку... Всё, вернулся, всё было в порядке. Да. И вот, пойдите к кому-нибудь другому. А у меня... Начинал... Я помню, что профессор Григорий Петрович Прокофьев. Замечательный. Немыслитель. 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 Умно. 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 Вот. А он, говорит, с Вадимой. И мы поехали на песчаную. И очень было интересно. Потому что Суфранистка... Сыграйте. Я сыграл. У него один рояль. Небольшая сравнительная комната. Диван. Ещё была коммунальная квартира у него. Нет. Это была квартира у него. А. Ещё год в то время, когда он был коммунальный. Он ногу переезжал. Вот. Теперь, говорит, послушайте, как вы играли. Я со страха не разгляделся на анкнето, монетофон. Заставил всё прослушать. И сказал, вы играли хорошо. Но! Карнавал надо играть на весь день. Я навсегда это помню. Вот вы пойдите позаниматься. Через какое-то время вы не приходите. И потом, удивительно, это я тоже... Но таких деталей вам не оставил абсолютно, да? Ничего. Это то, что он сказал, как было. Потом он сказал. Это вообще единственный случай в моей жизни. Как я наблюдал педагогическую практику очень много людей. Что вы можете ещё сыграть? Вы знаете, вот два часа почти заставляли меня играть всё, что я. Я ничем не готовил. Это то, что, ну, нормально. Но, что вы думаете? Там, я снимался на церковь, на декоративную неделю, там... Он всё терпеливо слушал. И вот Григорий Петрович сидел. А потом они стали при мне разговаривать. А вот говорят сонфраницкие там, так сказать, интуиция... А не облоги... Там, вот, вот, идет... ...ыграл... Вот мальчишка. И облогами сейчас. Сонинский, столько, например, знал, столько, что он думал, вот, разговаривали, а потом сидел, все просуривали, молчу. Через месяц я пришёл. Сонинский, он ещё его не попернел. У нас ещё дверь, всё на длину красных прощатков. Куртки квакорены, глаза у него какие-то виновные. Я испугался, прям смотрю, всё. Он бездельно вежлив, он такой красивый, как Бог. Вообще, смешивший его вообще. Когда он выходил в консанатолик, он 3 часа с вами занимался. Во всех подробностях у вас не выходит это место, потому что у вас руки налетали, руки должны летать. Вы нажимали «Обитание», «Обитание» и «Обитание». Но самое интересное в том, во-первых, скажу, что это разрушало, я не буду рассказывать, что за границей не было. Во всех деталях. А потом, опять интересно, он не показал. Ну, там всё будет, в Песке состоит, карнавар. Значит, я играю, потом он садится. Вы понимаете? В этой ситуации я играю и заранее сделаю. Это ваши камни. Да. Теперь, значит, он так говорит. Я иногда так играю, а иногда нет. И он не раскрыл тайны своей импровизационной манеры. Он говорит, когда я выхожу на эстраду, у меня в кармане вариант. какой я сейчас возьму, я не знаю. Но у меня эстраду. То есть эстраду – это хорошо. Да. Но всё-таки всё смысленно. Всё, да. Причём не только. А когда я уходил, ну, безумно гостеприимный, он говорит, ну, сейчас хотите, там Валя больна, жена Олег говорит, сейчас мы нуем. Ну, я думаю, сейчас он вина принесёт, всё. У меня не хватило, у меня жена до сих пор печёт. Ну, какой же ты идиот. Ты в ансамбе, ты в меня принесёт, с сухарнистом посидеть поговорить. Он сам предлагал, но мне не хватило хамства и сменности. Понимаете? Сесть с ним, просто он ещё будет мне, понимаете? Как Кристо, когда я приехал, вот так у него было. Он снимает пальто, потом разносит бутерброды, он обожает сам делать, сам угощать. Но тут у меня не хватило. И когда я уходил, то Владимир Владимирович сказал потрясающие слова. Вы знаете что? Я только вот недавно, несколько дней назад нашёл в письмах Шумова высказывание, что карнавал – это произведение драматическое. Драматическое не в том смысле, что там как в театре разгорается драматическое, а в драматическом смысле драмы. Что это всё, ну тут сквозь улыбки, все, как раз, пальцы, там всякие, всякие, там просвечивает. Он всегда играл с каким-то внутренним, каким-то грозным трагическим тоном. Как всё, что мы играли на том числе. Ну вот, конечно, это недобывание. Да, вообщем Манузаве я тоже слушала, я помню, я слышала симфонические тюрки. Ну это его когда-то называют даже сафронические тюрки. Я до сих пор помню вот это ощущение потрясения совершенно, когда я вышла из зала и как приятно шла. То есть у меня звучала бесконечная музыка, я от этого ощущения смогла отделаться где-то, наверное, спустя недели-две. И ещё, вы знаете, вот что значит гений. Вот когда гениального человека слушаешь, вот, ну я сверху иногда слушаю, думаю, как всё легко, как просто. Вот я сейчас, только дайте, подойду, когда я буду играть, я бегу домой, сажусь за рояль, после концерта сахрану. Ничего я не выходит. Но, после его концерта неделю находишься под этим. И гипноз. Я с раму, когда с вас выходит, с концерта я не буду фамилию называть. Тогда будет знаменитый витанист. В большом зале концерта я вот в раздевалке одеваю. А, Вася, а ты что не на футболе? Ой, Марш, пошли, сейчас зайдём в кафе. Да, мы же. У Суфраницкого ходили на какое-то, очень многие, какое-то сосредоточенность, вот, несут в себе вот это. Уже нет журнального товара, в кафе идти, куда-то, ничего. Потому что он сама была, само вдохновение. Настолько он эти пульсары, как говорится, щедро, щедрый глаз. У него манера, как строить в разусе там было. Маленькие люди, которые две-три минуты. Казалось, что это ты профил цикловик. В серьезное время. Сколько того нужно, а потом, когда кульминат, он крохнет. Да. Вы знаете, я очень рад, что вот у нас в консерватории будет Сухраницкая. И вот я очень рад, что Сережа Доринский, очень-очень. Он прям, говорит, Сухраницкий, Осер Ахмайну Ирмин. С такой магнетической силой воздействия. И вот интересно, что вы говорите, вот большой зал, там все это действительно. Но вот ряд лет назад, я не помню, был юбилей Владимира Владимировича. Сколько-то лет после его смерти. И мы вечер памяти. Его был в белом нашем зале. Ну и чтобы не разговаривать, многие со вспоминанием выступали. Тогда и Пашкиров выступал. Он был, наверное, походе в Сухраницке. И Жукова, как ученица, и многие другие. Ну вот, мы выступали, рассказывали свои впечатления. Но! Тогда я у Жукова и говорил, что, ой, наверное, много записей нельзя говорить. Потому что, ну когда записи и в народе как-то, когда один сидишь, да. Как это будет суть? Вы знаете, мы два часа слушали, без перелива, после разговора. Вы были, помните? И не могли уйти. Когда кончилось, я говорю, еще, еще. Публика еще требует. Все. Все мы, понимаете? Такова сила какая-то. Вот воздействие его. Это не от мира все. Это нельзя не объяснить. Да. Это действительно объяснить очень трудно. Потому что грандиозное явление. Что бы он вообще не прикасался. Черт. Я вот все думаю. Знаете, вот вы композитор, вы исполнительница, вы там гулять, всяких конкурсов и все. Я очень рад, что мы теперь с вами вместе работаем. Дай бог все было хорошо. Понимаете, меня бессонно вот гложет одна мысль. Но мне жена прямо сказала, если бы это можно было раскрыть, тогда, так сказать, каждый мог бы стать уверенем. Вот. И вообще тогда у него загадки. Вот как, где начинается вот это такое воздействие человека, когда человек уже сам испортил. Вот, допустим, ведь есть прекрасный орган. Вот пиковый дом, когда заканчивается, я не могу не встать, не встать, не встать. Все бегут за колошины. А я сижу уже рассеян и все, потому что что-то происходит. Когда начинает кормить, а когда только вот это... Все. Пожар. Земля горит. Все. Что-то такое, какое-то воздействие такое будет. Иногда ведь интересно. Ведь вот простая песня. Допустим, «Священная война». Вы знаете, когда? Может быть, то, что это связано с таким посвященным. Ну, не только. Надо всех песни. Да, да. Я вот Юрий Николаевич Шолопов, который является председательным ученым, и мои большие друзья. Я ему говорю, Юрий, вот теория все вот. Но теория важно не будет. Славься! Ну, когда? А? Весь мир встает. Вот, черт, те жаконы. Да. Доминанта, тоника. Но... А? Я понимаю, что это не объяснение. А почему? Где вот это вот в эту судьбу есть? Ха-ха! Понятно. Да. Вот поют прекрасные певцы, допустим, там, на земле и срок. Но Шаляпин только это одно поворачивает на французском языке. Все не понимали французского здесь языка, но он такое бывает, что уже... Загадка гения. Это, я понимаю, наша задача с вами разгадать. А вот это, наверное... Вам легче, потому что вы творческий человек. Психология литературного творчества уже изучена почти, но психология музыкального творчества... Вот до сих пор, кто не внедряется в композиторскую, так сказать, вот, руководитель кухни, не может это объяснить. Ни один... Вы поэтически сухой не можете. Вот, девичью никто не может объяснить. Да и так же в поэзии. Я спрашиваю свою супругу, которая, дядь святера Верн, тоже профессором, доктором, и все это самое, она очень интересная. Мысль, кстати, она придумала музыку, мне подсказывала гораздо больше, чем мы музыковеды, в смысле ощущение, понимание. Я говорю, ну хорошо. И за всё, за грехи мои тяжкие, за неверие в благодать, ложите меня в русской рубашке под иконами. Вот я не могу гадать слова или письмо Татьяна предо мной. Вы знаете, когда... Когда я дохожу до этого места, я говорю, не могу. Всю жизнь читаю. Но что-то вот тут есть такое, что душу... И объяснить это, конечно, тоже не нужно. Я понимаю. Но всё-таки надо. Я считаю, что за нашим кафе не надо. Должна. А в парке все уже будут делать, да? Правда. Вообще-то очень интересная, конечно, задача. Я думаю, что... Конечно, где... Это, конечно, невозможно. Вернёмся к этому вопросу. Это невозможно, я понимаю. Потому что там действительно можно было бы стать гением. Перепарировать музыку очень трудно. Это делают музыковеды висящими в критерике. Нет, это не то. Но вот это не то. Вот этого, о чём я говорю... Это в сотых моментах. Это я... Вот о чём я говорю. Музыкальные речи не могут договариваться. Не могут. Да. И здесь это связано с тем, что сейчас происходит в музыкальном творчестве и музыковедческом творчестве. Да. Это одно. И в некоторой диссертации мне приносят глубочайшее огорчение. Потому что я вижу, что круг композиторов ограничен все. Я не буду называть. Да, да. Тремя-четыремя, одними темами. Это очень исковерненное представление о том, что происходит сейчас... Это идёт намеренная обработка. Такая же обработка, как у нас в нашей стране произошла. Это намеренная обработка. И, кстати, в ущерб, большой ущерб искусству. Потому что, когда сопоставляешь явления, ты можешь искажённые противники лечить этих явлений. А если, вот, только одно направление там держится, то искажение страшное. Искажение страшное. Вокруг полно талантливого. Действительно талантливого у нас учеба. И сейчас, вот, чуть-чуть на втором месте. Но её не слышат. Не слышат. Не знают. Идти. 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 Я, может быть, скажу, не то. Но она, я считаю, что постановление в 1948 году имело очень рациональное зерно. Очень рациональное зерно. Там ударили не по тем фигурам. Надо было на процесс. Потому что Прокофьев, Шестакович, 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 Шестакович. Конечно, это видны художники. И, конечно, надо было... Но... Тут очень трудно разъяснить. Но там зерно было правильное. Зерно было правильное. Что музыка должна быть... Отражать всё-таки людское, а не какое-то космическое. И вечное. И вечное. Конечно. И национальный. И национальный. И сейчас музыка старается быть... Сейчас, извините, все умирает и пишут по-русски. Поэти. Но у него, откровенно сказать, я не понял, о чём речь. Он говорил. Он говорил. Он говорил. Всякое... Ну, писал про американскую. Ну, нет. Не поймешь. Это не тот велик. И я хорошо помню. Вот опять у нас сегодня посвящено в этом классе. И я хорошо помню. Я сидел вот там. Не понимаю. Геннадий Страж обычно присадил в начале Одиннадцатого. Он мог вести до четырёх занятия. И вот он должен был прийти. Все мы ждём. Сидим. Ну, я ходил на урочку, заслуживаю. Вот. Сидим. Вдруг ходит Геннадий Страж. Вот. Среди лет любви. И вот так вот. Вот. Вот несётся. Вот несётся. Потом он дошёл до этого места. Он сказал. Угадайте, что я не принёс. Как ребёнка держим. Я принёс клавей Золова. Тогда обходило. Ну, это тоже было. Ну, да. Я хорошо помню концерт, триллы Шостаковича. Играть там 40 человек сидел в большом году. Это не сразу всё внедрял. Но вот большие музыканты, они, конечно, разбираются, чувство кончиня. Не смотрели в фильмах. Ну, они смотрели в фильмах. И это отстали. Ну, они смотрели в фильмах. И никому его... А сейчас происходит 48-й год. Только с отраслью. Только с отраслью. Вот. Та же. Оно почему? Остального года. Продвитие. Есть так дальше. А оно всё равно произошло. Молчаливо. Всё равно. Молчаливо. Всё равно. Вот сидит там Базина. Начинается ее опера. Велигул там. Витти, Паптёдору Германия. Она распространяет свои идеи. Чтобы и смехнулили. Я говорю всё время. Не открывайте. Смотрите на больших настоящих музыкант. Да. Изучать изучение. Но сейчас, конечно, идёт. Это очень... Поэтому наша кафедра исполняет разные стили, разные произведения. Да. Нет, ну а как иначе. И ваше сочинение будет. И всё. Вот сейчас укрепимся. Получим зарплату. И будет у нас всё хорошо. Я верю в то, что начнёт с большой потери. Я начну, конечно. Сейчас вперёд. И у нас в целом, и по промышленности, и по науке. Так не будет. Другое дело, что это может пойти очень напряжёнными, мягко говоря, путями. Но пойдёт. Да. Поэтому наша кафедра с победным знанием идёт вперёд. Я думаю, что... Спасибо вам. Спасибо вам. Да. Спасибо вам. Да. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.